Материальный мир, здесь может произойти странная вещь. Человек может попасть во врач. И ты попадаешь в Дхаму, попадаешь на Гавархан, и ты думаешь, ну так и должно быть. У меня появилось желание попасть на Гавархан, я захотела, и вот я прилетела и нахожусь сейчас здесь. Так и должно быть, нет ничего необычного. Ты приезжаешь на Гавархан, попадаешь в вашем Корчимурте, заходишь в алтарную, видишь огромное количество разнообразия божеств. Ты видишь, какие они привлекательные и красивые. Ты думаешь, так и должно быть. Приходит день Парикрама в сторону Радакунды. Самые вкусные котёры на Радакунде. И кичери у дедушки с Лолитой Кунды. И ты понимаешь, да, вот так и должно быть. Потому что Парикрама долго, и это единственный шанс дойти до конца. И потом ты понимаешь, что я-то не работаю, а Качори и Лази с Джати Пурой всегда в избытке. И думаешь, ну так и должно быть. Это же преданные, которые пришли на Парикраму и угощают меня. У них тоже должна быть возможность служить. Ты смотришь на Радача Мурте, и она всегда интересуется тобой, выслушивает, помогает, а когда требуется, лечит. И думаешь, так и должно быть. Я же должна развиваться, и в окружении должны быть настоящие садху. А живёшь в Асундере, где зелёные газоны, ухоженные деревья, всегда есть электричество, вода, работают кондиционеры. И ты думаешь, ну да, так и должно быть. Это же достопримечательность небольшой деревни, где даже не у каждой семьи есть продукты, чтобы приготовить самджи. И проходит время, и становится легко избавляться от каких-то вещей. Ты отбрасываешь их, а Кришна начинает как-то для тебя становиться привлекательным. И появляется желание ближе стать Кришней и радовать Его, не отвлекаясь ни на что другое. И ты думаешь, так и должно быть. Я же прилагала усилия, я же такая молодец. Обычно в таком состоянии находишься, несмотря на то, что уже прошла не одну повирату на воратре, ходила каждый день на парикрамы. Но иногда всё-таки появляется понимание, что такого быть не должно. И что всё это — чрезвычайная милость преданных, которые отдали свою жизнь Кришне. И ты смотришь на них, и понимаешь, что я тоже хочу так делать. И хочется быть благодарной. Но не в словах, а внутри, в сердце. Спасибо большое всем преданным, которые приезжают на Гавархан, ходят парикрамы вокруг Гиранжа. Спасибо большое духовному учителю. Спасибо большое Шавапрухпаде. Харе Кришна.